Господин Копыркин, мы очень не хотели, но вынуждены опять же спрашивать про пленных. Опять история случилась, все ожидали, что вернется очередная группа пленных, но этого как бы не произошло. Все-таки почему эту проблему не получается решить, казалось бы, очень просто, должны просто вернуть этих людей на родину? Ну, вы знаете, об этом говорит наше руководство, что это вопрос один из приоритетных и для российского руководства, для нашего миротворческого контингента. Работа ведется, очень упорная, настойчивая работа. Есть определенные, как бы, есть подвижки, вы знаете, неоднократно возвращались пленные, но работа продолжается. Мурадов в этом направлении будет продолжать работу? Я уверен, что да. В Азербайджане заявляют, что проблема военнопленных абсолютно решена, то есть такой проблемы нет. Какова позиция российской стороны? Вы знаете, мне трудно комментировать заявление азербайджанской стороны. Насколько мне известно, работа, она продолжается, и российская сторона, для российской стороны это в числе приоритетов. Я просто хотел бы уточнить, то есть для России проблема решена или не решена? Потому что для Азербайджана такой проблемы, по сути, не существует. Для России, у какова позиция России? Я это хочу понять. Насколько я понимаю, работа продолжается. Другой я вам ничего не могу сказать. В то же время Азербайджан делает какие-то провокации, стреляет по селам Арцаха. Вы знаете, я прошу прощения, я посол России в Армении. Еще один вопрос про российскую вакцину. В Москве после переговоров, во время переговоров было заявлено, что Армении нуждаются в миллионе вакцин. Российская сторона сможет, обсуждали ли эта проблема, в каких-то других кругах российская сторона сможет снабдить Армению какими-то значимыми партиями вакцины? Вы знаете, вопрос, я так понимаю, обсуждается по линии профильных структур. Партия вот недавно поступила вакцин. Думаю, что работа будет продолжаться. Судя по той информации, которую мы все имеем, вопрос затрагивался на встрече наших руководителей. У меня еще один такой вопрос, и снова мой последний вопрос. Очень много разговоров про армяно-российские объединенные войска, и не секрет, что Россия принимает очень активное участие в модернизации армянской армии. Есть возможность раскрыть некоторые скобки масштаба участия России, как эта работа ведется? Я думаю, что этот вопрос должен быть компетентным ведомством. В гриманском метрополитане указатели, которые на трех языках, армянский, русский, английский, будут подключены изменения, русский язык оттуда, я так понимаю, будет снят. Вы можете это как-то прокомментировать на ваш взгляд, почему было решено именно сейчас пойти на такие, если можно так сказать, реформы? Знаете, у меня комментариев нет. Мне нужно подробнее ознакомиться с той информацией, о которой вы говорите.